Привет, друзья! Это обзор на выступление, на встречу с волонтёрами против всех. Ну, в общем, Ксения Собчак, первая её встреча с волонтёрами. Чем она знаменательна? Что она первая. И Ксению Собчак ещё не научили, как говорить, что говорить, что лучше не. Поэтому очень много таких моментов, вопросов Ксении Собчак возникает, больших. Посмотрим. А это что за чёрт? Все молодые вокруг, и тут такой мужчина. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Ксения. Две недели назад я пришла в штаб Ксении Собчак, чтобы стать волонтёром. А сегодня я стою здесь, перед вами, на этой сцене. Если честно, я немного волнуюсь, но я рада возможности рассказать вам, «Почему так важно не быть безразличными в нашей стране?» Почему-то же, почему-то же, почему-то же, почему-то же... Зачем высказывать своё мнение, если в списках кандидатов всегда одни и те же лица? Зачем участвовать в политической жизни, если с экранов телевизоров к нам обращаются одни и те же люди? Но сегодня я здесь. Я здесь, потому что вместе мы можем всё. Если мы объединим наши усилия, то мы сможем высказаться против того, что нам не нравится. Мы сможем поддержать Ксению Собчак в её борьбе с ложью и несправедливостью. Мы можем свернуть горы, когда мы вместе. Я убедилась в этом, когда принимала участие в организации этой встречи. Мы столкнулись с огромным количеством трудностей. Самый главный из них стал поиск зала, как ни странно. Нам отказались 78 концертных площадок и залов. Вы только представьте себе, 78! А вот интересно, 78. И все сказали, что нам не нравится ваша политическая программа? Или, может быть, были какие-то... Тут вообще-то как бы я на носу, типа, этот, какой-то новый год, корпоративы и всё такое. Неужели все отказали по каким-то вот таким неправильным мотивам? Может, какие-то... Может, было занято, может, ещё что-то. Вы же честные, так сказали. Вот эти по политическим мотивам нам отказали, а эти... Нет, 78 нам отказали. А почему отказали? Может, там как-то что-то... Но мы не сдавались. И поэтому сегодня у нас есть эта прекрасная возможность встретиться и обсудить вопросы, которые нам небезразличны. Я вижу, как нас много. И это даёт мне надежду и даёт мне уверенность в том, что есть люди, которым не всё равно, что есть люди, которые против. А сейчас мне бы хотелось представить вам команду Ксении Собчак. Перед вами выступит руководитель направления по работе с волонтёрами Михаил Конев. Всем привет! Друзья, я очень рад видеть перед собой такое количество людей, которым не наплевать на будущее страны. Уверен, здесь собрались те, кто хочет перемен. Те, кто готовы действовать. Сейчас мы стоим в самом начале очень длинного пути. Впереди почти 4 месяца избирательной кампании. 4 месяца сложнейшей политической борьбы. Соперники пытаются поливать нас грязью. Телевидение транслирует лживые пропагандистские ролики. Вот тут интересно. Вот вы бы сразу так вот, если вы честны, сразу бы и сказали. Вот этот канал нам там лживо, ложь. Ну, ложь это ложь. И там вот, там вот. И вот эти. А так... Они там кто-то, где-то, что-то. По всем регионам нам пытаются отказать в аренде помещения под наши... По каким регионам? Указали, рассказали бы. Честно, что у вас времени нет, у вас есть ютуб-канал. Молю подробно рассказать, кто, почему, за что вам отказал. Штабы. Но скажите мне, друзья, разве нас может это напугать? Нет! Да, то есть что-то где-то там это, и нас это не может напугать. Разве мы позволим победить жуликам и пропагандистам? Нет! Вы правы, потому что мы будем бороться и мы будем побеждать. Но для этого нам нужна ваша помощь. Уверен, каждый из вас хотя бы раз говорил себе, я хочу перемен и скоро я начну действовать. Так вот, скоро наступает 18.10 по московскому времени сегодня. И вы уже сейчас, уже сейчас должны включаться в компанию. У нас огромные планы. Мы будем проводить агитацию станции метро. Мы будем встречаться с избирателями от двери к двери. Мы будем проводить массу встреч с самыми активными волонтерами. Уверен, вместе мы победим. Держимся вместе, друзья. Держим удар и побеждаем. Я хочу представить вам Сергея Кальварского, главу видеопродакшена нашего штаба. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы же все против цензуры, правда? Да. Тогда подписывайтесь на наш YouTube канал, мы будем вам показывать то, что не покажут федеральные каналы. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Марина Литвинович. Я член штаба. И, знаете, мы сейчас с Ксенией и с многими экспертами занимаемся подготовкой ее избирательной предвыборной программы. И я очень рада, что у нас сегодня есть возможность спросить у вас, как вы относитесь к ключевым пунктам этой программы, к ключевым тезисам. Я бы хотела вас спросить, чтобы вы ответили да или нет. Скажите, вы против цензуры? Да. Скажите, вы против лжи, которая несется с телеканалов? Да. Скажите, вы против продажных... Было бы интересно, вот тоже вот, несется лжи с телеканалов. Ну, конкретно, хоть что-нибудь. Ну, я вот, у вас YouTube есть каналы, есть у вас там телеканалы. Ну, покажите, где соврали. Вот такой-то сюжет, соврали. И вот факты, факты, факты. А вот это все, блин... Скажите, вы против несправедливости? Да. Скажите, вы против продажных судей? Да. Вы против говна? Да. Вы против болезней? Да. Скажите, вы против того, что люди сидят у власти и не меняются по 18 лет? Меркель в отставку. Скажите, вы против Путина? Да. Скажите, вы за Ксению Собчак? Да. Отлично, спасибо. Здравствуйте, друзья. Я Андрей Нечаев, я председатель партии «Гражданская инициатива», которая, как я надеюсь, у нас будет съезд, скоро выдвинет Ксению Собчак кандидатом в президенты. Ну, вот эти вот речевки, вот эти выступления молодежи, а-ля пионеры, вам ничего не напоминают? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я рад видеть активных, неравнодушных людей, потому что неравнодушие, то, что сейчас происходит в стране, нормальные люди нормально воспринимать не могут. Именно поэтому мы пошли на эти выборы. Это мне тоже нравится. А остальные, вот эти вот мы нормальные, а эти ненормальные. Именно поэтому наша с вами главная задача – показать, что есть альтернатива той политике, которая проводится сейчас. Показать, что если все будет продолжаться так, как сейчас, страна зайдет в тупик. Но мы знаем, как ее из этого тупика вывести. Наши оппоненты часто говорят, что вот у Ксении нет программы. Ну, вот базовые тезисы вы сегодня поддержали. Знаете? А базовые тезисы – это… Вы против всего плохого? Да. Вы за все хорошие? Да. Я написал в своей жизни несколько программ, и только одна из них была реализована в 92-м году. Блин, такой старый, за все время только… Но в результате этой программы в стране возникло демократическое общество, рыночная экономика, которую, увы, сейчас портят, корежат, закрывают, но тем не менее… Чистые рыночные экономики, ну, это, наверное, уже все знают, нигде нет, даже в Штатах. Там тоже госрегулирование. Я уже не говорю про Кита, где там процентов 70 государственного. И… Тем не менее, она есть. Потому что программ может быть сколько угодно. Важно, чтобы была политическая воля для реализации этой программы. Вот у Ксении, у нас такая воля есть. Да? Да. Тогда я совершенно спокоен за нашу программу. А сейчас праздник. Завтра начнутся суровые рабочие будни. Вам будет непросто, вам будет сложно, но вам точно не будет скучно. Я вас с этим поздравляю. Вы на правильном пути. Всем привет. Меня зовут Ксения Чудинова. Я пресс-секретарь штаба. Моя речь будет краткой. Я благодарна каждому здесь, из вас, кто пришел. Я благодарна каждому, кто подошел ко мне до начала нашего выступления и передал документы. Рассказал о несправедливости, которая творится в его районе, регионе, в его доме, в его семье. Я благодарна каждому, кто... А в семье это... Как это я? Что? Будете тоже разбирать? Кто не молчит и каждому, кто хочет перемен. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы поддерживаете Ксению Собчак. Вместе победим. Спасибо. Еще какая-то такая, не знаю, это может так, ну, везде, как бы... Ну, какой-то типаж, как нерусский, больше как-то вот... Типа вот, как вот, американцы у них свой типаж такой, вот что-то такое... Ммм... Навивает. Но вы же ждете не меня? Ксения Собчак! Спасибо вам огромное за то, что вас сегодня здесь так много. Это дает мне такую большую надежду на то, что у нас с вами все получится. Я верю в вас, я верю в то, что только вместе мы сможем прийти к нашей общей цели. И я сегодня хотела сказать вам какие-то очень важные для меня вещи. Во-первых, это было очень непростое решение. Я очень долго его принимала. Я понимала, что я ставлю под большой риск и себя, и свою семью, и всех тех людей, которые сегодня стоят со мной на этой сцене. Я хочу их поблагодарить еще раз за то, что они со мной. Я хочу поблагодарить мою замечательную команду. И хочу поблагодарить всех, кто присоединился и присоединится к ней. Я знаю, что у нас впереди очень сложный период. Мы уже понимаем, насколько это непросто быть оппозицией в России. Быть против того, что происходит в нашей стране. Быть против несправедливости. Быть против несменяемости власти. Быть против жуликов и воров. Против всего, о чем мы сегодня будем с вами говорить. Да, нам всегда тяжелее. Но эта тяжесть только увеличивает наше желание достичь цель. Да, мы действительно не можем забронировать зал. Хотя раньше все хотели видеть Ксению Собчак с веселыми выступлениями. Ну так то понятно. Так то выступление. Я извиняюсь. Есть дресс-код, допустим. Она-то точно знает. Рестораны там. Вот таких пускают, а вот таких не пускают. Извиняюсь. То есть развлекательная так заходи. А вот и что-то им в упрек. Давай дресс-код отменим. Все будем валить в эти там клубы. Потому что да, на это залы всегда есть. И любые. А вот поговорить о политике. Нет, на это Ксению Собчак нам не надо. Да, нам было сложно организовать. А тебя часто приглашают на корпоратив, чтобы ты им рассказала про политическую программу. Или все-таки зовут типа это. Галалай, галалай. Заловать наши штабы. Мы получали и продолжаем получать отказ за отказом в регионах. В Твери нам несколько раз отказывали в помещениях. В Ростове-на-Дону мы тоже открылись не с первого раза. Почему? Ну ты расскажи, почему. Почему отказали? Причина. Там, где мы устанавливаем наши сферы для агитации, за нами ездит полиция. И нам уже в 40 регионах, друзья, в 40 регионах, вдумайтесь, уже отказались поставить наши регистрационные сферы. А что говорят? Может, есть просто такая простая глупая причина, что люк там может стоит. А может, там нельзя, пожарная норма. Ну, может, ну всякое. Ну, расскажите. Вот как это происходит. Вот что отвечает нам власть на то, что мы хотим перемен. Вы ведь... Почему власть отвечает? Что, залы раздаются власть? Я не понимаю. Или эти сферы там... Власть? Или... Все, кто нам мешает, это власть. Хотите перемен? Да. А нам отвечают вот так. И отвечают многим. Но это рождает еще больше ощущения несправедливости. Как же с ней бороться, спросите вы? Я знаю только один путь. Надо... Так а в чем несправедливость? Что там отказали? А вот я там... Идешь устраиваться на работу, отказали. Тоже несправедливо как-то? Надо бороться с этим, да? Чтобы принимали на работу. Ну, несправедливо. И надо не бояться. Нет никакого другого пути. От того, что мы будем сидеть дома, от того, что мы будем продолжать терпеть эту власть, ничего не изменится. Но если мы постоянно, настойчиво, всеми возможными для нас способами, выходя на улицу, голосуя против всех, крича об этом на каждом шагу... Ну, я бы хотел на это посмотреть. На людей, которые выходят на улицу и кричат. Там, против всех, что там... Ну, кричат, кричат, кричат. Если мы будем делать все, что в наших силах, то, что в силах каждого из нас, только тогда мы сможем что-то поменять. Только тогда мы сможем показать, что мы их не боимся. Мы ведь не боимся! Нет! Мы не боимся, и мы будем действовать. Именно для этого создана моя команда против всех. Да, я знаю, что, как всегда в политике, мне будет очень сложно. И мне сложно уже сейчас. Потому что против меня не только мои враги у власти, которых я ожидала. Очень интересно, вот это очень интересно. Враги у власти, да? Расскажи, кто? Назови имя. Ты что, боишься, что ли? Так ты вроде как не боишься, и всем говоришь, типа, не бойтесь, я не боюсь. Так расскажи. Или почему? Или ты что-то темнишь? Что-то тихоришь, темнишь? Ну тогда, блин, ты же открытая, ты честная. У меня сейчас головой сломается. Но даже люди, которые, казалось бы, должны меня поддерживать. Нет. У нас тоже есть ощущение, что заниматься оппозиционной деятельностью в России, и когда ты это делаешь, тебя критикуют со всех сторон. Но я этого не боюсь, потому что я знаю, что я делаю это ради правильного дела. Ради вас и ради нас. Ради моей семьи. Ради будущего моего ребенка. Ради... Это вот, это интересно. Обычно говорят, там, я делаю все ради вас. Или там, мы вместе сделаем для нашего общего какого-то. А тут, типа, для моей семьи и моего ребенка. То есть, типа, тут все собрались, типа, помогать ей и ее семье. Я так понимаю. Будущего всех вас, чтобы мы жили в свободной стране, где самая главная ценность будет не государство... Да, ну, сначала мне и моей семье, а потом... И его интересы... Не геополитика, а главной ценностью будет человек. Человек как главная ценность. Вот за что моя компания. И мы будем говорить об этом снова и снова. И мы обязательно предложим вам программу действий. И обязательно ответим всем тем критиканам, которые кричат, что у нас ее нет. Она... А вот это как-то его... Человек, да? А где еще вот на первом месте человек? Мне просто интересно. Еще где-то есть такое? Есть, но это будет ваша программа. Ваша, которую будут делать... Да, пока у нас все-таки ее нету. Хоть они и говорят, что у нас ее нету. У нас ее и нету. Она будет. И они, мы все тут сейчас подумаем и придумаем. Все вместе, все те, кто присоединятся ко мне. Потому что самое главное, это сменить эту власть. Сказать, что вы нам все надоели. Уходите. Мы вас не выбирали. Правда ведь? А как насчет тех, кто выбирал? Их вроде как больше. Типа плевать на их мнение. Так получается, да? Вот мы, да, вот мы тут решили, что мы их не... Пускай уходят. Вас здесь очень много. Это еще раз показывает, какое количество людей к нам уже присоединились. Да, мы все время будем бороться. Мы будем бороться с критикой справа и слева. Нас все время в чем-то обвиняют. Придумывают какие-то обвинения. Даже говорят, что вас не существует. Вы тоже просто боты. И боты программ. Ну, если вот обвинение, она сказала бы, что вот нас там обвинили в том-то и том-то. А это не так. Да? Так, ну, че? Стесняетесь? Но вы здесь. Посмотрите вокруг, сколько вас! Да, лучше так. Зато, Анна, зато посмотрите, сколько у нас. Вот это да. Вот про это мы. Огромное количество людей. И столько же людей мы видим по всей стране, готовые присоединиться к нам, приходить в наши штабы, рассказывать о том, что не нравится вам и против чего вы конкретно. Потому что мы хотим это знать. И для нас это не просто слова. Ваши слова станут нашей программой. Я вам это обещаю. Сегодня для нас важный день. Мы в родном городе Москва, в котором я живу очень много лет, который я искренне люблю. Завтра я еду в еще один родной город, Санкт-Петербург. И там буду открывать свой второй штаб. И надеюсь, что если кто-то меня слышит в Петербурге, приходите завтра туда к нам. И будьте тоже вместе с нами. Потом я еду в Нижний Новгород и далее, далее по стране. Нас будет все больше и больше. Наша компания будет полностью прозрачна. Я буду показывать и рассказывать вам о всей той работе, которую мы делаем. Но я вас очень прошу. Прошу вот всем своим существом. Прошу искренне и по-настоящему. Пожалуйста, пока я буду работать и ездить по России, пока я буду открывать новые и новые штабы, поддержите меня здесь в Москве. Работайте с нами. Я не справлюсь одна. Никаких денег, никаких сил не хватит. Все, что могу, я потрачу. Всех своих друзей-бизнесменов я вы... А вот интересно, она расскажет, сколько потратила. Ну, сколько тратит. Ну, открытость, чтобы... Открытость. Открытость. Но нам не хватит все равно, если не будет вашей помощи. Помогите нам, пожалуйста. Да, такие бедные твои друзья-бизнесмены. Что надо... День... Народ. Давайте быть вместе. Тогда мы точно добьемся результата. Наш результат на этих выборах – это показать, что мы не боимся. Мы против этой власти. Против одного кандидата. Против Путина. Мы против того, чтобы было вот так. Мы за то, чтобы была сменяемость власти. Мы за то, чтобы были... Так а против чего? Ну, конкретно расскажи. Мне там, скажи, мне не нравится, что вот тот, а тот, а тот. И, ну, как бы... И честные выборы. Мы за то, чтобы каждый ваш голос считался. Мы за то, чтобы все кандидаты были допущены, чтобы... Ну, значит, там, посчитаю. Ну, насколько я понимаю, в России сейчас одна из самых таких систем, что там и видеокамеры, и даже там не во всех этих там европейских странах, и в Америке тоже не такая система. Если там миллион туда, миллион сюда, они сами признают, что гуляют голоса. Все могли участвовать на равных основаниях и конкурировать между собой. Мы за открытые дискуссии. Мы за дебаты. Ну, и всех допускать. Ну, и законодательство. Есть закон. Надо и по закону. Дебаты, мы за все это. Вы с нами? Да! Впереди у нас большая и сложная работа, которую, я надеюсь, мы сможем все вместе осуществить. Мы будем рассказывать о каждом ее шаге. Вы увидите еще большое количество выступлений. Вы увидите, как будет формироваться наша программа, которую мы обязательно представим вам, исходя из всего того, что нам удастся собрать за это время, исходя из тех требований, которые нам кажутся важными уже сегодня. Мы обязательно будем поэтапно рассказывать вам обо всем, что происходит в нашем штабе, и о том, как мы работаем над всеми этими пунктами. Но самое главное, друзья, самое главное, что я хочу вам всем сказать сегодня. Знаете, вначале всегда тебя игнорируют. И я этого не боюсь, и не боялась никогда, потому что пока меня игнорировала власть, я, несмотря на этот игнор, все равно... А почему она должна была тебя не игнорировать? Ты кто? Ну, кто ты? Ты журналистка, ведущая на свадьбах? Ну, ничего. Сколько журналистов, ведущих на свадьбах? И что? Что? А, ты можешь типа того, что я дочка, и, в принципе, и Путин, с Путиным как бы? Или... 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 Все равно делают то, что важно для меня. И меня перестают игнорировать. И мне дают возможность говорить то, во что я по-настоящему верю. И поверьте мне, я обещаю вам, каждый раз, когда мне будут давать такую возможность, я буду говорить все, что я думаю о том, что происходит в моей стране. Я буду говорить про все... А вот было бы неплохо, если бы ты еще отвечала на вопросы, которые тебе задают, а не... ...справедливости, которые мы будем собирать по этой огромной стране. Каждый раз, когда мне не будут давать слово, я буду брать его сама. И буду говорить на тех площадках, на которых могу кричать везде о том, что... Так ты ж нигде не можешь, я не понимаю. Что происходит у нас с вами, в нашей любимой России? Далее, как вы знаете, очень многие с иронией относятся ко мне. Мол, ну да, Ксения Собчак, блондинка идет на выборы, ха-ха-ха. Я посмеюсь... А при чем тут блондинка? Вместе с ними, друзья, самые большие глупости делаются самыми серьезными лицами. Я не боюсь быть смешной. Знаете, может быть, я смешная, но я искренна. И я хочу этих изменений. Поэтому, да, я не готовилась к тому, чтобы быть президентом России 10 лет назад. Да, я жила своей частной жизнью. И делала очень много для... Для... Ну, а что ты оправдываешься? Своего удовольствия, для радости, для того, чтобы зарабатывать деньги честным трудом. Откуда есть уверенность в том, что ты не решишь снова свое удовольствие? Ну, если назад ты себе решила так, сейчас так, а потом, может, через 5 минут. Ну, и что, мне не стыдно за это, потому что это сделало из меня другого человека. Да, пи... А если ты сейчас насрешь на сцене? Ну, что? То же будет не стыдно. 15 лет назад я была другой. 15 лет назад мне не стыдно сказать, что да, я была блондинкой в шоколаде. И даже, о ужас, я вела Дом-2 15 лет назад. Друзья, 15 лет назад те политики, которых вы увидите в этом году на выборах, что делать? Ну, так, так, можно и как бы вот там вывести какого-нибудь паренька или девушку. Я там 10 лет назад кололась, там, проститутила. Ну, это я тогда, а теперь я. О, вот я. Друзья, они тоже были политиками и тоже участвовали в этих же выборах и говорили ровно все то же самое. И за все эти 15 лет ни один из них вообще не изменился. Так может быть, лучше меняться? Может быть, лучше проделать над собой огромную работу за эти 15 лет? Потому что невозможно поменять мир, пока ты не поменял себя. За эти 15 лет, мне кажется, любой, кто включит YouTube и найдет видео из тех, которые сейчас тиражируют пропагандисты моей, так скажем, шальной юности, любой, кто посмотрит на эту девчонку 15 лет. А CNN тоже пропагандисты? Видели ее интервью? CNN. Там сразу сходу фотки даже на федеральных каналах я не видел. Ни на одном. Ничего такого не показали. Только там что-то говорили и то так вскользь. Там конкретно прям вот ноги. Назад и посмотрит сегодня на меня. Любой из вас, даже мой враг, скажет, что да, она очень сильно изменилась. Потому что я провела на собой огромную работу. Для того, чтобы изменить Россию, я вначале изменила себя. А что... Да, очки я делаю. Сделали они. Они не меняются все эти годы вообще. Они занимаются политикой все эти годы и не могут сделать вообще ничего. Что, дура, что ли? Как так можно говорить? Ну как вообще ничего? Так лучше бы вместо того, чтобы по 15 лет участвовать в президентских гонках и сидеть в своих Госдумах, которые как бешеный принтер... Ну вот Меркель уже, блин... Ну... Она не сменяет. Даже там не было... Ну, у нее перерыва не было. Никто ее там... И как бы, ну, выигрывают и выигрывают. Выбор. И... Печатают всю эту ерунду. Лучше бы они занимались изменениями... А в Китае? И чего? Тебя, и лучше бы они провели такую работу над собой. Или бы до сих пор сидели в Доме 2. Там бы от них толку было больше. Да. Надо им сейчас всем бухать, начать. Это как-то... в Дом 2 вести. Вот. Поэтому не бойтесь, когда над вами смеются или иронизируют. Да-да, расскажи. Можно что-нибудь утворить, да, такое? Не бойтесь. Утворите что-нибудь, да. Да. А потом не удивляйтесь, что вас на работу не берут. Идите к Собчаке, расскажи. Пожалуйтесь. Давайте смеяться вместе. Главное, что у меня есть очень большая цель. И я верю в то, что мы можем ее достигнуть. Я пришла надолго и всерьез. И если я получу вашу поддержку, то после этих выборов мы сможем организоваться в огромную большую силу, которую уже никто не остановит. Только так, как я еще в 2011 году говорил о том, что надо влиять на власть, мы будем с вами вместе влиять на власть. Да? Да. Так давайте тогда не оставаться дома. Давайте идти на выборы и давайте голосовать против всех. Против всех этих. Против всего, что нас достало. Против всего. Против всего. Там смотрел одна девушка, меня заинтересовало вот это вот генетическое отребье, я начал. И на ролик наткнулся девушка такая с длинными волосами. Интересно, я забыл, извини, как зовут ее. Ну, в общем, интересная мысль сказала. Вот у нее программа вроде как против всех. И было логично бы, чтобы у нее не было программы. Логика в смысле в том, что, допустим, если ее выберут, люди, то есть она позиционирует себя, что я типа вместо графы против всех, вот нету этой, вот этой графы против всех, я как бы вместо этой графы. Ну и, допустим, если ее выберут, то получается не из-за нее, а против всех. Тогда она приходит к власти и назначает новые выборы, я так понимаю. это было бы логично. Вот, что нас не устраивает. Записывайтесь на наш сайт. Следите за тем, что мы говорим. Следите за нашей программой. Следите за тем, против чего мы выступаем. И присоединяйтесь к нам. И выдвигайте свои против. Для нас правда это очень и очень важно. И тогда, после того, как они уже проигнорируют, посмеются, после того, как они... Ну, тоже интересно. А если они проигнорируют, не посмеются? Ну, ты вот сейчас только что, вот, только там недавно, они лгут, они там на нас, там, это... прям вот сейчас, вот ты говоришь, что они там... они еще ничего, а ты уже говоришь, что они будут смеяться. Они постараются нас запугать, а это тоже будет. Все это... они постараются нас запугать. Откуда ты знаешь? А если они постараются? Ты уже накидала? Мы тоже пройдем, но потом мы заставим себя уважать, мы заставим видеть, какую работу мы проделали. И в тот момент, когда нас по-настоящему будет много, пусть пугаются они, пусть пугаются жулики, воры, все те коррупционеры, которые состоят эту систему, которые делают так, что лишают нас нашего голоса. Пусть они боятся, а не мы. Да? Да. Спасибо вам за то, что вы здесь. Я не буду вас утомлять очень долгими речами. Я правда... Я вам уж... Уж... Я думаю, что я и просто... Ну, в принципе-то я уже и сказать-то ничего. По-моему... У вас на благодарна. Всем и каждому. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы со мной. И давайте сегодня хорошо проведем время, познакомимся. У нас впереди концерт, у нас большая для вас программа. Ну вот, сколько вот времени про что... Вот говорила... Вот конкретно, про что вот она сказала, рассказывала. Я постараюсь... Не знаю, получится ли сфотографироваться со всеми, но я постараюсь уделить время... А, может, просто это? Ну что, пофоткаться? Еще? Время и внимание всем, кого я вижу и все... Всем, кому успею. Дальше у нас большая музыкальная программа. Оставайтесь, знакомьтесь, становитесь частью... Хлеба и зрелища. Большой, прогрессивной, правильной и правдивой силы под названием Против всех! Собчак! Против всех! Собчак! Против всех! Ну, это вот по поводу еще той же, типа, я, я, мне, моей семье. Не мы против всех, а я Собчак. 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 Собчак! 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 Спасибо вам большое! Спасибо вам за все! И давайте начнем наш сегодняшний вечер. Давайте нам будет всем тепло и хорошо. Давайте познакомимся. Посмотрите, сколько красивых, молодых, ярких людей, сколько умных людей, сколько людей, которые хотят задать вопросы. все это тоже будет и для этого будет время. А пока посмотрите друг на друга, познакомьтесь, вы все часть одной большой команды и я вам очень благодарна за то, что мы все вместе. Ура! Я против коррупции. Я против низкого уровня образования. Кто за? Расскажите, покажите мне, кто за? Кто за коррупцией и за низкий уровень образования? Против черной зарплаты, которая постоянно меня преследует. Хули ты устраиваешься туда? Против криминала и бюрократии. Несменяемости власти. Против цензуры. Против того, что власть не меняется годами. Цензура. Ютуб есть? Кстати, в Ютубе есть своя цензура, да? Надо бы как-то бойкотнуть типа там или как. А в России, насколько я знаю, цензуры нет. Допустим, вот по этим, по искусствам, там, кино. Там нету вообще никакой цензуры. Вообще. Про что вы говорите? Цензура, цензура. Против 86% стабильной лжи на протяжении 20 лет. Ну, расскажите про эту ложь. Мне очень интересно, я правда, мне очень интересно про ложь. Вот факт и вот солгали. Против воров, против войны. Я против войны и против лжи. Против нечестных выборов. Против монофолии. Где? Что? Везде. Я против коррупции. Против пробок. Против дезинформации. Я против... Блин, против чего? Я против. Я против того, что зажимают наших культурных деятелей. Я против... Кого зажимают? Тут все выборы. Против маразма. О, да. Против маразма. Против гомофобии. Против всей красноты. Я против авторитарного режима. Не сменяем. Чего тоталитарного режима? Мы с властью. Против... А мне вот интересно, при... Была вот когда-то монархия? Кто-то жил хорошо при монархии? Или было писет всем? Просто, блин, невозможно было жить. Или как? Ну, чисто логически. Или... Или... Путина. Надоел, пусть уходит. Ну, вот такие вот интересные. Предложите кого-то умнее. Скажи, покажите вот. Вот, классный, блин, волокет вообще. Сейчас тут там так раз-раз сделает все круто. покажите его. Или она... Это она? Это она? Дорогие друзья, я Станислав Брусович, главный политический эксперт стаба Сени Собчак. Я хочу сказать, что кто-то думает, что все происходящее здесь совершенно не серьезно, он серьезно очень заблуждается. Гарантией того, что все это очень серьезно является группа Моральный кодекс. Потому что нет ничего серьезнее в современной России, чем Моральный кодекс и ее лидер Сергей Мазаев. А вот насчет как бы интересно насчет выступлений. Бесплатно выступал или заплатили? Сколько заплатили? Ну, мне интересно чисто. Я думаю, многим людям интересно, сколько заплатили, как бы, как, что это, каштуя, вообще, процесс этот, как бы, чтобы все было прозрачно. Я за это. Вот идет компания, столько-то вот потратила. Откуда деньги? Кстати, вот на вот эти всякие эти там предвыборные штабы кто дает деньги? Откуда деньги? Потому что, говорит, бизнесмен, ну, не просто так же бизнесмен, и, в принципе, тот, кто дает, не просто так дает, а, наверное, даже если нету никакого договора, то нету уверенности в том, что не попросят потом сделать кое-что для кого, и если, допустим, мы будем знать, от кого шли деньги, для того кандидата мы можем предположить, что какие действия могут быть потом. Прозрачность? Ну, тут мы пропустим. Ну, пропускать вроде как и бред какой-то. Из всего вот то, что вот выступление волонтеров и Собчак со всеми, со всеми, со всеми, со всеми, четверть, 25 процентов, все остальное это концерт. Они концерты будут устраивать везде. ну и в принципе в общем как бы. Кто-нибудь что-нибудь понял? Вот этот мужик только что вот недавно сказал, что самое серьезное будет сейчас, я так понял, концерт, а все остальное это как бы. Ну, будем следить за творчеством, за тем, как трансформируется все это вот меняется. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok